Как представиться и кратко рассказать о себе по-французски в неформальной и официальной обстановке? Как назвать свой возраст, национальность, адрес по-французски и кратко рассказать о работе? Узнаем в этом видео. В конце я проиллюстрирую одним небольшим рассказом о себе все выражения, которые мы разберём в этом видео. «Faire connaissance» – познакомиться. «Faire connaissance avec quelqu'un» – то же самое, что «faire la connaissance de quelqu'un». Обратите внимание, что в первом случае слово «connaissance» у нас без артикла идёт, когда оно употребляется с предлогом «avec». Но во втором случае у нас стоит определённый артикль «la», тогда после слова «connaissance» идёт предлог «de». «le prénom» – имя, «le nom» – это «фамилия», и «le nom de famille» – также «фамилия». «Predставиться», «se présenter» – разберём способы представиться в формальной обстановке. Для начала вопрос. «Qual est votre nom? Как ваша фамилия?» Либо «Qual est votre prénom? Как ваше имя?» «Qual est votre prénom?» «Rose» «Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît?» «Ваша фамилия и имя, пожалуйста». Это вопросы, которые вам могут задать в формальной официальной обстановке. Теперь неформальные вопросы. В неформальном вопросе инверсия подлежащего и сказуемого не обязательно. Итак, стандартный вопрос «comment t'appelles tu?» – «как тебя зовут?» лучше сказать «tu t'appelles comment?» или «c'est quoi ton nom?» «Как твоё имя?» «Как тебя зовут?» И теперь ответы. На формальный вопрос в официальной обстановке мы отвечаем, как правило, чешу назвать не только имяну и фамилию. «Je м'appelle Sandrine Leroy. Меня зовут Sandrine Leroy. Je me présente. Sandrine Leroy. Разрешите представиться. Sandrine Leroy. «Alors, il faut aussi que je me présente. Voilà. Je m'appelle Gérard Barbier. Je vais vous l'écrire. On me connaît sous le nom de Sandrine Leroy. Меня знают как Sandrine Leroy. Je porte le nom de Sandrine Leroy. Меня зовут Sandrine Leroy. Дословно, я ношу имя Sandrine Leroy. Mon prénom est Sandrine. Моё имя Sandrine. Mon nom de famille est Leroy. Моя фамилия Leroy. Отвечая на неформальный вопрос «Как тебя зовут?», мы можем использовать такие выражения. «Je m'appelle Sandrine». Совершенно стандартный, которому учат везде. «Меня зовут Sandrine». «Je suis Sandrine. Я Sandrine». «Мои c'est Sandrine. Я Sandrine». «Je me fais appeler Sandrine. Меня зовут Sandrine». Собственно, всё то же самое пока что. Либо такое выражение с неким эффектом театральности. «Je réponds au nom de Sandrine». «Я отзываюсь дословно на имя Sandrine». Далее мы рассмотрим два выражения, которые могут пригодиться также при знакомстве. Это «Je m'appelle Sandrine Leroy, mais appelez-moi Sandrine Tout-Court». «Меня зовут Sandrine Leroy», но называйте меня просто Sandrine. Также можно сказать «Je m'appelle Sandrine Leroy, mais vous pouvez m'appeler Sandrine Tout-Court». «И второе выражение». «Je м'appelle Sandrine Leroy». «Сandra, pour les интим». «Меня зовут Sandrine Leroy». «Для близких, просто Sandra». «Знакомиться к вам либо с кем либо». «Презенте quelqu'un а quelqu'un». «Tu me présentes ton ami, chérie?» «Oui, Richard, Elena». «Je voudrais vous présenter à mon collègue». «Я хотел бы представить вас, моему коллегу». «Je voudrais vous présenter ma коллегue, Sandrine Leroy». «Я хотел бы вам представить свою коллегу, Sandrine Leroy». «Je vous présente Sandrine Leroy». «Познакомьтесь, Sandrine Leroy». «Viens, que je te présente Sandrine». «Пойдем, я познакомлю тебя, Sandrine». «Разговорный вариант, конечно же». «Далее полезные выражения при знакомстве». «Vous vous connaissez?» «Вы знакомы?» «Либо on se connaît?» «On se connaît?» «Мы знакомы?» «И ответ, например, может быть». «Je crois qu'on s'est déjà vus». «Кажется, мы уже встречались». «Какие еще вопросы могут быть заданы?» «Comment est-ce que vous vous êtes connus?» «Как вы познакомились?» «Либо on peut se tutoyer?» «On peut se tutoyer?» «Можно на «ты?» «Также фразы «ça fait longtemps que j'entends parler de vous». «Я наслышан о вас». «Либо on m'a beaucoup parlé de vous». «Мне много о вас говорили». «Какие могут быть ответы при знакомстве?» «Enchanté». «Очень приятно». «Enchanté, monsieur». «Enchanté, madame». В официальной беседе не забывайте добавлять «monsieur» и «madame». «Enchanté de vous connaître». «Rade s'vame познакомиться». «Heureux de vous connaître». «Ели женский рот». «Heureuse de vous connaître». «Ели enchanté de faire votre connaissance». «Все это означает рад с вами познакомиться». «Voici, ma nièce». «Bonjour». «Je suis ravi de vous connaître». «Très heureux». «Mina». «Также выражение «приятно с вами познакомиться» может звучать как «ça me fait plaisir de faire votre connaissance». «Если вы кого-то вдруг встречаете, вы можете воскликнуть». «Quelle rencontre agréable». «Какая приятная встреча». «L'âge», «возраст». «Comment donner son âge». «Как называть свой возраст». Чтобы назвать свой возраст самой простой и распространённой конструкцией, мы используем глагол «avoir». То есть мы говорим дословно «я имею столько-то лет». Обратите на это внимание, потому что в английском и в немецком мы говорим «я есть столько-то лет». Я знаю, что многие путаются из-за этого. То есть в английском «I'm twenty five years old». Все говорят «простите, мой французский». Я говорю «простите мне, мой английский ненавистный». И та же ситуация в немецком. Помните, что спрашивать про возраст может быть нескромно. Ну, если вы едва знаете человека. Как вас могут спросить про возраст? В формальной обстановке. Это может быть вопрос. Ваша дата рождения. Или «Вы родились». Спрашивают именно дату. И вы отвечаете. «Я родился 11 апреля 1980 года». Дата с определенным артиклем, потому что день-то определенный у нас. В определенный конкретный день мы родились. В неформальной обстановке обычно спрашивают «Сколько тебе лет?» Либо «Когда у тебя день рождения?» И тогда мы отвечаем. Сейчас все, что я буду перечислять, будет означать «мне 23 года». «J'ai 23 ans». «Je suis âgée de 23 ans». «J'ai atteint l'âge de 23 ans». «Je viens de souffler, mais 23 bougies». Дословно «Я заду 23 свечи». Либо, если мы хотим сказать дату, опять же, мы говорим «Je suis née le 5 février 1995». Далее мы говорим о семейном положении. «La situation de famille». Мы говорим «je suis» и добавляем следующие прилагательные. «Célibataire» — голос не замужем. «Marié» — в браке, то есть замужем или женат. «Fiancé» — помолвлен. «Séparé» — проживают в Розь, отдельно. «Divorcé» — в разводе. Разведён, разведена. «Vœuf» — вдовец. «Vœuf» — вдова. Теперь «национальность». «La nationalité». Если нам и в голову не придёт задавать человеку вопрос о национальности, если мы, конечно, не работаем в органах, где в порядке вещей задавать такие вопросы, для заполнения документов, я имею в виду, и мы считаем, что это как-то не тактично, французы очень любят задавать вопрос о национальности, несмотря на то, что у них с 2018 года запрещён тест ДНК, чтобы не разобщать нацию. То есть, чем больше кровей в тебе намешано, тем круче. А выражение «le français de souche» — чистокровный француз — имеет даже негативный оттенок. Итак, как спросить о национальности в формальной обстановке? «Quelle votre nationalité?» «Vous êtes de quelle nationalité?» «Кто вы по национальности?» «Quel est votre pays d'origine?» «Dou êtes-vous originaires?» «Откуда вы родом?» «Dou venez-vous?» «Откуда вы приехали?» В неформальной обстановке нас могут спросить «Tu es de quelle nationalité?» «Кто ты по национальности?» «Tu viens de quel pays?» «И с какой страны ты приехал?» «Tu viens d'où?» «Tu es d'où?» «Ты es d'où?» Если вообще прям разговорный вариант. «Откуда ты?» «Quelles sont tes origines?» «Какое твое происхождение?» И мы отвечаем. «Je suis français». «Я француз». «Je suis française». «Я француженка». «Либо je suis d'origine française». «Je suis originaire de France». «Je suis украиня». «Je suis украиняне». «Я украинец». «Я украинка». «Je suis d'origine ukrainienne». «Je suis originaire d'Ukraine». «Я из Украины». «До того, как поселиться во Франции», «я жил в Украине». «Avant de m'installer en France, je vivais en Ukraine». «У меня двойной гражданство французское и итальянское». «J'ai la double nationalité française et italienne». «Я из Франции». «Я родом из Франции». «Je viens de France». «Je suis de France». «Je suis né en France». «Я родился во Франции». «Je viens d'Ukraine». «Je suis d'Ukraine». «Je suis né en Ukraine». «Я родом из Украины». «Je suis étranger». «Я иностранец». «Je suis étrangère». «Я иностранка». «Je me sens étranger». «Je me sens étrangère». «Я чувствую себя иностранцем». «Iностранкой». «Je suis réfugiée». «Я бирженец». «Je suis réfugiée politique». «Я политически бирженец». «Je suis émigrée». «Я émigrante». «Je suis immigrée». «Я émigrante». «J'ai demandé l'asile». «Я попросил политического убежища». «Je suis naturalisé français». «Je suis naturalisé française». «Я получил французское гражданство». «L'adresse». «Адрес». «Вы habitez loin d'ici?» «Формально вас спросят». «Où habitez-vous?» «Где вы живёте?» «Quelle votre adresse?» «В неформальной обстановке вопрос задаётся. «Где ты живёшь?» «Tu habitu?» «Ну, это вопрос «o habitu?» «По классике жанра». Инверсия, как бы, вроде как должна быть, но в разговорном её нет. «И вы отвечаете». «Je suis parisien». «Je suis parisienne». «Я parijanin». «Я живу в Париже». «Ну, или парижанка, естественно». «Je vis dans le sud-est de la France». «Я живу на юго-западе Франции». «Je viens de déménager à Lyon. «Mais avant, je vivais à Paris». «Недавно я переехала в Lyon, а до этого жил в Париже». «J'habite 25 rue Hugo». «Я живу на улице Hugo, дом 25». «Оси мою адрес». «Оси мою адрес». «Если вы живете в Париже, то мамы могут задать следующие вопросы. «Ты habites dans quel coin de Paris?» «Какой части Парижа ты живёшь?» «Ты habites dans quel arrondissement?» «Оси мою адрес». «И вы отвечаете. «J'habite dans le huitième». «Я живу восьмом округе». «Или, j'habite dans le huitième arrondissement». «Вы давно живете в Париже?» «Вы habitez à Paris depuis longtemps?» «Вы все же живете в Париже?» «Вы avez toujours habité à Paris?» «Я живу в Париже, где месяц?» «Или два года и так далее». «J'habite à Paris depuis un mois?» «Или, depuis deux ans?» «И так далее». Эти все вопросы — это не потому, что уж очень хочется узнать ваш адрес, а потому что в Париже, разделённом на 20 округов, то, в каком округе вы живёте, определяет ваш социальный статус и материальное благополучие. Собеседник просто пытается понять, с кем имеет дело. Например, с тусовщиком из 11 или 12 округов или с семейным человеком из 15, 16 и 17. А вот, например, карта Парижа и трёх департаментов, примыкающих к Парижу. Тёплые цвета на ней — это высокий доход, а холодные — низкие. И так ярко-оранжевый цвет говорит о самом высоком доходе, а ярко-голубой — о самом низком. Поэтому департамент «От-де-Сене» на западе Парижа и шестой, седьмой, восьмой и шестнадцатый округи Парижа — это богатые районы, а неблагополучные — это «Сен-Сен-Дуни» и восемнадцатый и девятнадцатый округи Парижа. Кроме того, все регионы недолюбливают Париж и парижан. И это взаимно. Поэтому обратите внимание, что выражение «être провинциал», «быть провинциалом» может иметь негативную окраску и значит «происходить из французской провинции», что противопоставляется выражению «être паризиен», «быть парижанином». Но при этом, если человек приехал в Париж, то он на своем переезде говорит «Je monte à Paris». Глагол «mouter» — дословно «подниматься». И смысл такой. Всегда считалось, что Париж — это престижно, там больше перспектив, ну и все такое. Обычные клише, применяемые к столицам. Поэтому переезд в Париж — город, дорогой для жизни — это своеобразный подъем по социальной лестнице. Говорить на иностранном языке. «Парлей une langue étrangère». На каком иностранном языке вы говорите? «Кuelle langue étrangère parlez-vous?» Вы говорите немного по-французски. Вы parlez un peu français. «Я говорю по-русски». «Je parle-русь». «Я говорю по-английски». «Je parle-англий». «Парлей» плюс без артикля «язык». «Парлей allemand» — говорить по-немецки. «Парлей англий» — говорить по-английски. «Парлей араб» — говорить по-арабски. «Парлей chinois» — говорить по-китайски. parler испанец по-испански, parler французский, parler итальян по-итальянски, parler japonais по-японски, parler polonais по-польски, parler portugais по-португальски, parler russ по-русски, parler украинец по-украински. Какой ваш родной язык? Какая ваша язык? Мой родной язык французский. Моя язык матерная французский. У меня украинский акцент. Мон акцент вьен д'украин. Ну и ле русский акцент. Мон акцент вьен де Руси. Базовы знания. Ле конаисансы де базе. Средние знания. Ле конаисансы моэйенны. Второй язык. Ла ланг згондаэр. Говорим о прафэсси. Ла профессион. Формальные вопросы, которые задаются по поводу вашей прафэсси, звучит так. К'эс-ско вы фэдддан ла ви? Чем вы занимаетесь в жизни? Или, кэле ваша активитэ профессионэль? Так же могу спросить, кто вы по прафэсси? Вы экзерсэй кэл профессион? Кэл э ватр мэтиэ? В какой отрасли вы работаете? Вы трэвэйли дан кэл домэн? В неформальные вопросы. Ну, с друзьями, там, с такими одного уровня людьми. Ту фэй кой дан ла ви? Чем ты занимаешься по жизни? Ту фэй кой ком трэвай? Ту фэй кой ком булло? Слово le boulло, это синоним к слову le travail, но разговорный. Ещё более разговорный вариант спросить, где ты работаешь. Ту боссу. Ту боссу. Кем работаешь? Ту трэвэй ком ки? В какой отрасли ты работаешь? Ту трэвэй дан кой? И ответы. Je suis профессор. Напоминаю, что профессия без артикла. Я преподаватель. Je travaille ком профессор. Я работаю преподавателем. Je travaille dans le domaine du marketing. Или просто, je travaille dans le marketing. Я работаю в сфере продаж, в сфере маркетинга. Также, je travaille à... И добавляем место. Je travaille à л'école. Я работаю в школе. Либо дон. Je travaille dans une entreprise. Я работаю на предприятии. Я студент в области финансов. Я студент в области финансов. Я студент в области финансов. Или студентка. Я студент в финансов. Я безработный. Я шумер. Я безработная. Я шумеuse. Я пенсионер. Je suis retraitée. Или пенсионерка. Также звучит. Je suis retraitée. Либо я на пенсии. Je suis à la retraite. И кратенько говорим о том, что нам нравится делать. Для этого мы употребляем конструкцию. J'aime. И добавляем инфинитив. J'aime cuisiner. Я люблю готовить. J'aime voyager. Я люблю путешествовать. Также мы можем сказать про свои увлечения. И добавляем существительное тогда. Мои увлечения. Это путешествия, кулинария и спорт. И заканчивается наше знакомство фразами в неформальной обстановке. J'ai été ravi de faire ta connaissance. A bientôt. Был рад с тобой познакомиться. До скорого. В формальной обстановке мы говорим. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Au revoir. Был рад с вами познакомиться. До свидания. Теперь полноценный небольшой рассказ. А себе. Я м'appelle Sandrine Лерой. Сандра. Пур лез интим. Меня зовут Сандрин Лерой. Для близких. Сандра. Я живу в квартале Леал. в четвёртом округе. J'ai 25 ans. Мне 25 лет. Je parle français. C'est ma langue maternelle. Я говорю по-françузски. Это мой родной язык. Je parle aussi anglais et un petit peu allemand. Я говорю также по-английски и немного по-немецки. Je travaille comme avocat dans une grande entreprise. Я работаю адвокатом на крупном предприятии. J'aime lire, chanter et faire du sport. Я люблю читать, петь и заниматься спортом. Благодарю вас за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было вам полезным. И до новых встреч. Salut! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok